Я руковожу отделом, мы занимаемся продажами, ну, производством продажами сухих строительных смесей, я руковожу отделом продаж. И еще учусь. У меня второй высшее сейчас, соответственно, я хотела бы, может быть, в перспективе стать телерадиоведущей. Основная проблема, конечно, был именно вес, то есть внешний вид, который я, в принципе, за три года очень сильно в плане работы. То есть у меня очень сложная работа, она мужская, можно так сказать. Даже многие мужчины просто не выдерживают стрессовых вот этих ситуаций. И я за три года поправилась на 20 килограмм. Соответственно, я понимала, что что-то надо делать. Я ходила на все практики, какие могут быть, но ничего мне вообще не помогало, абсолютно. Но я четко осознавала, у меня уже была зависимость от еды. То есть до такой степени, что я просто не могла не есть. И я, соответственно, в интернете нашла вот эти практики. Мне сказали, что, возможно, ребёрфинг, холотроп и так далее. Ну, я попала сюда, к Роману. Мне важно было просто убрать эту зависимость. И мне ничего, ни психолог не помогал. То есть меня ничего абсолютно не стимулировало. Там, ты должна влюбиться, не помогай. Ты должна еще что-то, ну, не помогай. И когда я пришла, в принципе, занятие-то довольно-таки, ну, скажем так, не дешевое. И я, честно говоря, не надеялась, что это вообще мне поможет. Ну, пришла, начала заниматься. Я четко стала понимать, что я стала более осознанная. То есть каждая проблема, каждая ситуация, которая возникала, я к ней стала относиться спокойнее, со стороны. То есть я видела уже эту проблему со стороны. И что самое интересное, у меня сразу возникало несколько решений. Я даже стала удивляться, как люди не видят эти решения. То есть настолько это было для меня просто. Сначала я подумала, нет, это не практики. Это, может, там, как-то, я не знаю, может, это моя работа внутренняя. Ну, как любой нормальный человек, я сомневалась. Но потом я прошла 8 занятий, и я стала очень много замечать. То есть, мало того, я стала спокойно относиться к еде. Я начала заниматься спортом. То есть я смогла, я себя переосилила. И у меня начал уходить вес постепенно. Но при этом у меня нет никаких там, ну, нет такого ощущения, что я насилую себя. Что было до этого? Я там ходила на фитнес, пыталась что-то делать. Но как будто я это делала через силу. Сейчас мне хочется это делать. Вот, то есть просто я вот хожу в спортзал, там, занимаюсь, там, хожу в бассейн. Мне хочется ходить, там, пройтись с ребенком. Раньше я не хотела. Я просто приходила, я с работы падала, и мне ничего больше не надо было. Сами ощущения во время практики нельзя вообще ни с чем сравнить. Несмотря на то, что я скептически относилась к самим практикам. То есть там пытаешься анализировать, как все люди, да, там, вот это, это, наверное, не так. Вот это, наверное, вот там нельзя и так далее. Ну, то есть пока идет, да, пока ты только начинаешь работать, у тебя там какие-то тараканы в голове своей работают. А потом, когда я уже стала заниматься этой практикой, я понимаю, что таких ощущений и чувств вообще в мире нет. То есть ни от еды, ни от алкоголя, ни от чего абсолютно. И вот этот подъем внутренний, который, как бы ты каждую клетку свою чувствуешь, ты не просто осознаешь свою жизнь, а осознаешь вот целостность какую-то. Но ничего такого нет абсолютно нигде, что есть здесь. И это не в целях, там, реклама, да, я говорю, а реально то, что у меня как бы происходит в жизни. Когда приходишь к какому-то тренеру, неважно, что он ведет, просто наступает момент, буквально два-три занятия, и я вижу, что у человека перебор. То есть он ушел от вот этого вот гармоничного состояния, где либо они уходят слишком в духовную какую-то сторону и забыли все там материальное, бытовое, да, там, дети и так далее. То есть, ну, заносит человека просто. Либо наоборот, там, это все построено на деньгах, вот я прям вижу ступени, да, такие маркетинговый ход, когда человек просто-напросто дальше цепляет тебя на какие-то выплаты, да. Хотя они уже результата никакого не приносят, смысла нету в этом. Вот. Я долгое время, когда ходила, я пыталась, искала, думала, а вдруг там вот так, а вдруг вот так. Нет, у Романа есть определенный четкий баланс и в плане духовного, и в плане вот обыденной, да, бытовой жизни. Он этот баланс сохраняет и в себе, и дает в практиках тоже. То есть он даже, когда там что-то рекомендует, он прям рекомендует, говорит, что главное не переборщить. Для меня это очень важно. Почему? Потому что, я считаю, что ни в чем нельзя, ну, не нужно там уходить во что-то слишком, да. И вот это мне как бы больше всего понравилось. Этот баланс, который он как бы и сам, и потом человек, который преподает, человек, который что-то дает, доносит, он должен сам этим обладать непосредственно. Да, он обладает полностью. Когда я пришла на практику и заплатила ту сумму, которую нужно было оплатить, я даже никому не сказала, ни мужу, ни детям, ни маме, да, что я вот пойду на эту практику. Я решила, что попробую, попробую. Да, получится, слава богу. Ну, не получится, ну, считай, что там, я там куда-то отдыхать поехала на эти деньги. И буквально так получилось, что на работе у нас был спад сезона. То есть по всем меркам нормальной жизни у меня должны были уже, я заработал, ну, не платят за работу процентом. Соответственно, я по всем меркам, я, у меня должен был быть спад в материальном плане. У меня отдел, буквально я вот заплатила, начала, на три занятия походила. Я не, цель у меня на занятиях не была материальная. То есть я говорила, да, она у меня, цель была именно внешний вид, то есть именно вес там и так далее. А я даже не думала о деньгах, каким образом они будут у меня работать. Я просто заплатила и все, мне это важно было. Я буквально в ноябре месяце подняла по продажам отдел процентов на 40. Все, я не знаю, все ходили мне, говорили, как так получилось, да, там, спад строительного сезона. Я говорю, не знаю, я только в декабре поняла, что это было из-за практик, наверное. Просто я спокойно расставляла приоритеты, делала то, что нужно, видимо. Или я как-то по-другому стала работать, может быть, вот у меня, у меня все-таки стрессовое состояние ушло, да. Может, поэтому, я не знаю. Но я буквально за месяц подняла, да, свою зарплату, ну, в три раза. Можно сказать, что те деньги, которые я отдала за практику, я просто за два дня закупила. Сама работа скучная, да, то есть ты там находишься, ну, люди одно и то же, то есть нет развития уже, все. Я сделала максимум, который можно было сделать, нет развития. И у меня возник у себя в голове вопрос, что вот мне бы хотелось куда-то выезжать, что-то делать. Я уже не могу вот на месте сидеть. У меня это состояние меня стало гложить. И в этом месяце у меня уже три командировки было в разные места. То есть я буквально за месяц объездила, наверное, городов 12 уже. Это просто я задалась такой, как бы, ну, целью. Даже не целью, я просто об этом подумала, и все. Вот, и вот я сегодня ночью опять улетаю в Краснодар. Тоже после практик получается так, что я просто отвечаю на вопрос одного менеджера, второго, третьего. Они на меня так смотрят и говорят, Лиан, мы тебя не спрашивали об этом. Мы просто подумали. Я говорю, как подумали? Ты вслух сказал. Вот у меня уверенность, что он вслух сказал. А вот они даже сейчас меня немножко боятся. Они говорят, я не говорил вслух. Я просто подумала, я собирался у тебя спросить, а ты ответила. То есть у них такой юмор небольшой. Они говорят, думайте тихо возле Лианы. Она нам отвечает на вопросы. Ну, может, это сверх, но на самом деле это есть. Это не с одним человеком там так происходит. Там говорят, что вы там чувствуете друг друга. Это абсолютно разные люди. И вот такая интересная тоже вещь.